всем привет мои дорогие добро пожаловать на славный мукбанг у нас сегодня окрошечка мне так захотелось окрошечки весна быстрее лето хочется ярких красок зелени и этого запаха укропа огурцов зеленого лука ребят ты просто обалденно я нахерачила короче вот столько окрохи ну я делаю салатом а мои потом меня например дочь она не любит окрошку она салатом ест а мы с лёхой мы короче по окрохе ну иногда тоже по салатику и в общем у меня как салатом нарезана так нарезана кто хочет тот себе и бодяжит сам как считает нужным я набодяжила себе короче вода у меня ледяная холодная майонез сметана лимонная кислота чуть-чуть соли я стала подсаливать себе еду уже пошел уже можно короче немножко да это самое ну давайте давайте уже быстрее нам наконец-то попробуем всем приятного аппетита присоединяйтесь ко мне боже я уже давно хотела ее сделать еще на думал пошла в магазин думаю надо купить кое-что докупить колбасы докупила зелени и пару огурцов еще как это вкусно скажите чем вы любите окрошку кто-то любит на квасе я на квасе ребят не очень просто как-то очень давно у меня когда была еще машина моя первая копейка мы поехали по золотому кольцу россии вологда петрозаводск великий новгород питер в москве не были нижний новгород тоже ну короче много каких городов мы проезжали летом мы ездили мне было вообще 18 лет ребят это было так давно я помню и мы же кушали останавливались кушать придорожных кафешках это вообще прикольно боже это вкусно вот и короче остановились кафешке уже поздно вечером нам дали меню я заказал себе окроху там просто было написано окрошка ничего не было больше написано ну состав какие ингредиенты идут мне привезли бадью коричневого цвета знаете было такое ощущение что ее уже поели что ее поели и мне принесли в переработанном виде я попробовал одну ложку просто бульон все у меня как отшибло она была на квасе это было так мерзко больше окрошку не заказывала в никаких кафешках на квасе и терпеть не могу окрошку на квасе знаю кто-то любит на минералке на кефире на иране да много всего есть всяких разных а когда мы были в петрозаводске это карелия карелия до республика карелия мы взяли билет на комету вот такой корабль короче скоростной или как он там называется не знаю скажи островки же ребята там какая там красота у меня у мамы лежат еще фотографии с этого острова этот какой-то не знаю куда древний древний такой древняя посели поселок такой кижи там домики церкви все эти постройки да насколько я знаю построены без единого гвоздя какая там красота там огромная огромная церковь она уже такого на этом таким уже такие построения как бы такие уже черного такие бревна черного цвета огромная церковь деревянные вот как у них вот эти вот идут купола да или как они называются деревянные такая красота без единого гвоздя ребят но может быть час они будут реконструировали естественно с гвоздями я никогда этого не забуду у меня эти фотографии что сохранились мы тогда на то время был телефон я скажу какой сименс кнопочный мы фоткали на простой фотоаппарат чтобы потом фотки проявлять на пленку это был мой первый телефон все эти достопримечательности но этот и таки же это блин великом новгороде колокола царь колокол какой большой сейчас была бы моя воля да вот прямо сейчас вот сесть бабки только были бы и тачка у меня своя собственная я бы селу и поехал так же по кольцу по городам это может быть было золотое кольцо но мы ездим в такие города которые хотели блять ну это было вообще охеренно ребят я никогда этого не забуду честно вообще круто сейчас многие ездят на море на машине на своей собственной ну типа это дешевле получается по деньгам хотя фиг знает значит бензин дорожает а как лучше ехать я легкий говорю давай груэта на тачке съездим я хочу сесть в поезд взять бутылку в водке и спокойно ехать без проблем но это в принципе тоже да вариант скажете опять то стоит тарелка прикольная но это не тасс я бы еще съездил ловки же интересно как там сейчас остров музей вот в питере когда приезжали вот я первый раз в жизни побывала в питере на машине когда ездили хотели попасть на аврору но она оказалась закрыта на ремонт или на реставрацию так я короче не попала вообще на эту аврору хотя было бы интересно узнать посмотреть как ну что внутри вообще ребят я уже сняла такое большое количество роликов на канал с разными темами с разными обсуждениями я уже даже не знаю какую тему можно обсудить вы если хотите чтобы я обсуждала какую-то тему вы напишите мне какую хотите чтобы я обсудила тему мы с вами обсудим с удовольствием кому что интересно кто любит окрошку ставьте лайки ну а кто не любит дизлайки я посмотрю кто любит окрошка кто нет спасибо всем тем кто подписывается нас становится все больше и больше мне это очень приятно мой канал развивается растет сняла пародии кто-то этого не оценил не понял что-то пародия пишут что я кого-то копирую стараюсь быть таково то похоже ну ты ребят такой блять пиздец но это бред пишут даже комментарии вот у иринки лучше получается так может быть это потому что она иринка и есть поэтому у нее лучше и получается но такие интересные вот комментарии очень не в тему вы видите лучше получается конечно лучше потому что она это она или еще один комментарий выручил у вас своего контента нету чего копируете это не ваши вы хотите заработать на и на ней деньги на ее популярности какие блять деньги господи вы разве не видите что у меня в роликах нет рекламы какая полка блять да я не обижаюсь на них где из всех комментариев один комментатор вылетел в бан не под этим комментариями не под породиями по совершенно другим видео а у ребяток обожралась и слопну но это очень вкусно но это ненадолго час и все прям лето лето прям лето лето ребят а вы вообще слышали про такой остров музей кижи я так много вам вопросов задала ответьте мне пожалуйста может быть кто-то из вас там был этот петрозаводске находится очень вкусно просто супер был ну все мои хорошие кто любит окрошку ставьте лайки кто не любит дизлайки а я посмотрю сколько нас всем пока-пока